Новости на телеканале Дом, студия Анна Ниченко. Здравствуйте. Карантин выходного дня. Верховная Радия обсуждает ограничения, обновленные правительством на прошлой неделе из-за роста заболеваемости COVID-19. В парламенте сейчас наш корреспондент Артем Голуб. Артем, расскажи, что говорят депутаты о таких методах борьбы с COVID-19 и какие меры предлагают для смягчения последствий для бизнеса? Собственно, депутаты сегодня, как ты уже сказал, обсуждали карантин выходного дня, но все-таки главной темой для них было экономические последствия для частного и малого бизнеса, для среднего бизнеса. Они говорили о том, что эти меры сдушат украинских предпринимателей, которые сотнями сегодня пришли под парламент для того, чтобы требовать от народных депутатов отменить эти самые ограничения. На вступлениях представители фактически всех фракций заявили о том, что карантин выходного дня фактически их душит, и при этом новые меры, по их мнению, не способствуют борьбе с пандемией. Что же считают по этому поводу сами депутаты, давайте от них и послушаем. Двома днями проблему не вырешите. Если нужно идти, нужно идти на великий двух- або трехтижневый локдаун, как это делается в всех странах мира, для того, чтобы разрывать ланцюжок цієї хвороби. Но для этого нам нужно так же поддерживать людей. И компенсаторы должны придумать мы с вами, должны придумать уряд, чтобы люди не остались сам на сам с бедой, с проблемой. В Верховной Раде присутствовали также представители правительства, его глава Денис Шмигаль. Он возразил народным депутатам и заявил, что карантин выходного дня действительно помогает бороться с пандемией. Также он заявил, что за последние 7 месяцев пандемии Украина выделила на медицину более 20 миллиардов гривен. Он сообщил, что правительство сейчас понимает и слышит предпринимателей и разрабатывает некие механизмы, которые помогут им справиться с карантином выходного дня, с экономическими его последствиями в этот непростой период. Он также заявил, что все-таки карантин выходного дня необходимо оставить. Если этого не сделать, для Украины могут уже в ближайшее время быть довольно-таки серьезные последствия. Давайте послушаем, какие последствия ожидают Украину, по его мнению. Если не вживать заходы, то уже за месяц у нас может закончить слишком много места. Это при том, что в последние месяцы мы увеличили их количество вдвече. И тогда шлях будет только один – это жесткий карантин аж до полного локдауну. При этом локдаун нужно будет вводить, что на три недели. Это то, что сейчас сделали Франция, Немеччина, Австрия, Великобритания, Италия, Польша, Греция, Чехия. То есть уже большинство стран Европы. Что касается других законопроектов, их сегодня не предвидится. Депутаты должны были рассматривать решение конституционного кризиса. Однако в сегодняшней повестке нет никаких законопроектов для решения этого вопроса. Этот вопрос фактически отложен уже на следующую неделю, поскольку с завтрашнего дня и до пятницы депутаты будут работать в комитетах. На этом у меня все. Анна. Спасибо тебе, коллега, за подробности. Артем Голуб рассказал о работе Верховной Рады. Плюс 11 968 заболевших COVID-19 за сутки в Украине. Среди них 565 медработников и более полусотни детей. Госпитализировали 1610 пациентов. Это новый антирекорд. Еще один по заболеваемости в Киеве. Прибавились 1143 инфицированных. Также высокие показатели в Днепропетровской, Одесской и Черкасской областях. В мировом рейтинге по общему количеству заболевших Украина на 17 месте. Первая пятерка – это США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. А на неподконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксировали 151 новый случай инфицирования коронавирусом. Также 121 жителю поставили диагноз пневмония. В отдельных районах Луганской области зафиксировали две смерти от COVID-19. Всего в Ордло, по данным самопровозглашенных властей, 10 804 инфицированных. В Украине появится программа «Здоровая нация». В ней соберут рекомендации по здоровому образу жизни, профилактике заболеваний и преодолению их последствий. Инициировал проект президент Украины Владимир Зеленский. Народный депутат Украины и двукратный чемпион мира по борьбе Жан Беленюк в программе «Пять вопросов на злобу дня» сообщил, что привлекут к созданию программы и лидеров общественного мнения. В этой синергии люди, которые уже имеют какие-то практические навыки, будут делиться своим опытом, либо своими знаниями, каким образом, ну, во-первых, предотвратить заболевание. Тут будет направлена работа на то, чтобы, в принципе, люди максимально заботились о своем здоровье, заботились о том, чтобы заниматься спортом. День Тарапыг, или преждевременно рожденных детей, отмечают во всем мире. Ежегодно в Украине появляются на свет около 20 тысяч малышей с массой тела менее 2,5 килограммов. И пятая часть из них с экстремально низким весом – от килограмма до 500 граммов. Но выходить медики могут даже таких крошек. Подробнее расскажет Инна Мазуркевич. Эти малыши – настоящие герои. Они пережили кувезы, аппараты ИВЛ и огромное количество медикаментов, которые помогли им набрать вес. Сейчас Саша вся в заботах о малышах и радуется, что они уже дома. Двойняшки родились на 33-й неделе беременности. Слабые и беззащитные. Не дышали и не могли самостоятельно есть. Мне полностью обучили, как менять те же подгузники, как их кормить. Потому что они сами не ели, это было зондовое питание. Один мальчик у меня был на ИВЛе, то есть это вентиляция легких. Сам задышал, но давал апноэ и было принято решение перевести его на такую поддержку, чтобы он дозревал. Дочка оказалась сильнее, она дышала сама. Ежегодно в мире рождается 15 миллионов недоношенных детей. И в среднем это каждый десятый новорожденный. В Украине в год около 20 тысяч таких малышей. 10 лет назад рожденные на 28-й неделе считались поздним выкидышем, рассказывают неонатологи. Сейчас же выхаживают крошек с весом от 500 граммов. Эти дети имеют определенные проблемы с легенями, с легенями, с зором, с установлением шлунково-кишкового тракта. Но современные технологии помогают удалить эти проблемы. И на сегодня передчасно родственная дитина – это не вырок. Именно этот месседж нужно донести родителям, которые поначалу в состоянии шока. Ассоциация родителей недоношенных детей ранней пташки вместе с Ассоциацией неонатологов Украины создали горячую линию для поддержки. В Украине до сих пор нет национального учета недоношенных детей. Как и системного подхода в наблюдении за ними в первые годы жизни. Несмотря на это, большая часть старопык живут полноценной жизнью и ничем не отличаются от своих одногодок, которые родились в срок. Более 28,5 тысяч задержанных, а также 24 тысяч административных протоколов и 900 уголовных дел против участников акций. В правозащитном центре «Весна» подвели итоги 100 дней протестов в Беларуси. За это время как минимум 4 человека были убиты при участии силовых структур. При этом, сообщают правозащитники, написано 4000 заявлений о насилии в отношении протестующих. Но по этим фактам не открыли ни одного дела. Белорусы с 9 августа протестуют против режима Александра Лукашенко. Они требуют назначить новые выборы и освободить всех политзаключенных. Вчерашний марш пенсионеров прошел без массовых задержаний. Украина против Швейцарии. Решающий матч в рамках группового розыгрыша Лиги наций УЕФА состоится в швейцарском Люцерне. Начало в 21.45 по Киеву. Проведение этой игры еще вчера было под вопросом. Команда «Синежелт» из-за травм и COVID-19 потеряла 13 игроков. На замену главный тренер Андрей Шевченко вызвал футболистов из молодежной сборной. Нашей команде сегодня достаточно не проиграть, чтобы сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций. Ну что ж, больше информации на наших страницах в Ютубе и Фейсбуке. И смотрите нас сегодня вечером со Светланой Леонтьевой в этой студии. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин